Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и да, меня опять очень много не было, и сегодня у нас, кстати, будет очень нетипичного видов видосик, точнее, оно выходило раньше, но очень редко, это а-ля разговорное видео. Просто хочу раз поделиться с всем тем, что происходит, что как у меня там происходит в ССО, где я вообще зависаю сейчас и тому подобное. Видео постараюсь сделать максимально коротенькое, но достаточно информативное тем, чтобы вам было интересно, что у меня вообще происходит, и может быть я отвечу на ваши тайные вопросы, Серый, куда ты вообще подевалась, где ССО, где вообще видосики и всё-всё в этом роде. Ну, давайте начнём по порядку. Марвары. Из всех моих друзей, нас всего трое самых таких ССОшников, я последний человек, кто ещё не купил Марвары. Это удивительно, потому что обычно как только выходит новая порода, там обязательно есть масть, которая мне нравится, и я первым делом несусь её покупать. Но в этот раз всё слишком сложненько. Объясню почему. Разработчики добавляют слишком много пород лошадей, и мне уже не хочется их покупать не потому, что у меня и так дофига лошадей, а потому что лошади выходят настолько часто, что я не успеваю сказать Вау, ого, насладиться этой породой, как они уже выпускают абсолютно все масти и выпускают следующую породу. Поэтому эффект Вау начинает потихонечку во мне угасать. Если честно, я сама от этого расстраиваюсь, но ставлю вас просто перед своим фактом, что я начинаю не восхищаться новыми породами. Я не говорю, что Марвары плохие. Марвары очень классные. Я посмотрела на двух конях моих знакомых и сусошников. Они действительно классные. Каждая масть по-своему изящная. У кого-то прям показывается характер, что у одного это достаточно спокойный конь, у кого-то это более дерзкое создание. И примерно вот в таком вот порядке. Почему же я до сих пор не купила Марвары? Во-первых, значит, да, первый это пункт, что Вау начинает потихонечку пропадать. Второе, все масти настолько интересные, что среди них у меня, пожалуй, выделяются только вот эти две масти и всё. Но, так как существует похожий масти Ахелтикинец и Лузитан, мне, я уже не вижу в этой лошади что-то особенное. Нет, он классный. Эти ушки, моделька, текстуры. Вот этот ещё классный. Но я смотрю на них всех, я могу выделить, какой из них мне нравится меньше. Вот, допустим, если бы у этого была бы шоколадная грива, я бы, ну, приравняла бы его к остальным, но вот эта рыжая грива меня слегка смущает, она мне не нравится. Да, вот этот среди всех выделяется, но, опять же, или-или, или-или, или-или. Поэтому, да, у меня до сих пор нет Марвари. Уже сколько времени прошло, как их выпустили, а у меня до сих пор нету Марвари. И, если честно, я ни капельки об этом не волнуюсь, не жалею, потому что, как бы, я от этого не умру, лошади не на время, а навсегда в ССО. И если мне вдруг приспичит, что я захочу какого-то Марвари, я спокойно приеду и куплю себе его, потому что СК, СК у меня позволяют. Потом, значит, те, кто смотрит меня давно, знают, что вот уже скоро, как начнется октябрь, это значит Хэллоуин. И, да, дорогие друзья, я могу гарантировать вам, что в этот Хэллоуин, неважно в какой поломленности находятся тракенины, но я куплю этого красавца. Как только выйдет хэллоуинское обновление, я не знаю, добавит ли там новых магиков, не добавит, но вот этот красавчик, который уже два года стоит здесь, а не почему-то у меня в конюшне, появится у меня. Да, потом. О чем я еще очень хотела затронуть тему, эту тему магиков. Поэтому подождите буквально минутку, и я вам объясню, что я имею в виду. А поговорить я с вами хотела о магиках. Конкретно не об этих магиках, а обо всех сразу. В Star Stable стало безумно большое количество магических лошадей, что тоже очень плохо. Я не знаю, кому разработчики пытаются угодить, но можно было остановиться еще давным-давно, когда магики были Лузитана, Березы и Сакура. То есть на этом можно было бы остановиться и мешать их, и в течение года всех этих магиков можно было бы как-то показывать нам, и это было бы очень круто. Потому что раньше все знали, что вот есть вот эти три исландских магика, есть три шара магиков. То есть получается всего шесть лошадей магики раньше появлялись, чтобы вы понимали, раз в полгода. И когда два года назад, если уже не три года назад, я вернулась в ССО и уже убрали первых магиков, или нет, они были, но у меня не было СК тогда еще, с тех пор прошел, наверное, год или полтора, прежде чем разработчики вновь их добавили. Это был шок. У меня были СК, я накопила на этих магиков, и я купила тех магиков, которых хотела. Но сейчас, я не знаю, магических лошадей, по-моему, добавляют уже больше, чем раз в полгода. Или нет? Ну считайте, морские лошади были летом. Сейчас сначала осень. То есть не прошло даже и пяти, наверное, месяцев. Наверное, месяца два, три месяца. Для меня лично это ужасно. Потому что мы не успеваем копить на лошади. Нет, точнее не так. Мы копим на определенных магиков, зная, что их добавляют там раз в полгода. Потом они сократили это расстояние до еще меньшего. Но сейчас они добавляют обновленных магиков, которые выглядят очень круто. Мы их тот же хотим, мы их покупаем. Но стоит нам их купить, так они добавляют сразу старых магиков, которых мы хотели купить. И это, если честно, по мне так подрывает всю сусошную психику всех любителей магиков. И чтобы вы понимали. Значит, березы и сакура. Вау, круто. Да по-друидски. Покупаю. Следующие магики. По-моему, это были умбра и еще какая-то лошадь. Это были андалузские магики. Вау, круто. Беру оба. Следующие. Потом у нас были ахалтикинские магики. Да, очень странные. Жалко, они не умеют плавать. Вообще странно, потому что они морские кони. Выглядит круто. Цветовая гамма шикарная. Летающие скатики вообще супер. Да, беру окей. Ну вот, кстати, по поводу питомцев, связанных с умброй и другой андалузской магической. То было такое себе. Там был котик. Ну хотя нет, они были классные. Ладно, они были классные. Скатики тоже были классные. Потому что те, кто обожает Пандору, я думаю, они их заценили. Ну что происходит дальше? В ССО добавляется, наконец-то, спустя бог знает сколько времени. Наверное, как раз полгода. Нам же в этом году тинкеров добавили зимой. Ну да, где-то примерно проходит полгода. Нам добавляют, наконец-то, разработчики светло-серого шикарнейшего тинкера. Наверное, желаемого почти всем Юрвиком в приложеньку. Все моментально его быстренько себе прокачивают и покупают. Я, кстати, тоже этим займусь. Но не уверена, что в отдельном видео. Но ставлю перед фактом, что да, я его уже вырастила. Я тоже буду его покупать. Потому что это светло-серый в яблоко тинкер. Это шикарно. Его нужно брать. Но разработчики добавляют нам вот этих двух магиков. И первая мысль у меня была, это что такое? Разработчики уже, я не знаю. То есть, да, как только они намекнули на перья, я вначале подумала, что это какое-то задание. Какие-то питомцы. Может быть, что типа, о, нам добавят питомчиков-попугайчиков. Ну, и съели что-то из этого. Но потом начали вот эти спойлеры магических коней. И я увидела их арт. Я, нет. Нет, окей, синий еще не чёток. Не чёток, прикольненько. Ну, что вот это вот такое? Что за перья из-под передних ног? Вот уберите их. Можно было бы вместо вот этого синего что-то другое сделать? Хотя нет, ладно, синее пусть остается. Что за отвратительная рисовка узора на мордочке? Я не хочу обидеть тех, кто обожают, кому эти тинкеры понравились. Но я лишь высказываю своё мнение насчёт того, что творят разработчики. Значит, ладно, окей. Неплохо. Допустим, ярко, детские, потому что почти большая, большая часть, не все, а большая часть ССОшников, это достаточно юные люди. Вот. И, в принципе, яркие оттенки им нравятся. Ну, или просто любителям розового. Таких людей тоже много. Но, значит, синий. Синий на самом деле прелестный. Я, увидев синего, подумала про Варкрафт, ночных эльфов, ночнорождённых, наверное, больше про нарождённых. Но думаю, ну, подумаю, брать или не брать. Но вообще, изначально, первая версия, я хотела его взять. И да, моя фраза о том, что видосик будет короткий, уже обломалась, поэтому извиняюсь. Но простите и досмотрите, пожалуйста, до конца, потому что мысли достаточно неглупые. Но потом я увидела, как эти кони выглядят без своего магического эффекта. К сожалению, сейчас будний день я снимаю, время 2 часа дня. Здесь в ССО ещё никого нету. Ну, может быть, есть, но не здесь. И я не могу вам показать, как они выглядят без магии. И о фотографии в это видео я вставлять, если честно, не хочу. Но, думаю, вы все уже прекрасно знаете. Вы уже все просто видели, как эти магики выглядят без своей магической шкуры. И я скажу вам, что это отвратительно. Не потому, что расцветка какая-то. Не потому, что там ещё что-то. О, кстати, только что увидела, что сегодня вышло ещё и обновление в Star Stable Horse. Там добавили осень. Да, а я уже успела вырасти там коня. Ну, подожди, давайте закончим с тинкерами. Значит, Дорха и Солос. Солос, ладно, имя нормальное. Но Дорха что-то как-то меня смущает. Значит, павлиний глаз. Вот, вот, да. Я увидела их в их истинном обличье и без магии. Что меня смущает прям просто до полного ужаса и отвратительного изумления. Почему вот этот синий конь, когда он находится в своём обычном обличье, он не бело-чёрный. Он лилово-чёрный. Он лилово-серый. Если бы пятна были белые, я вообще думала, что они будут белыми. И я хотела как раз именно его купить, потому что они белые. Но они не белые, они лиловые. И я уже, с этого слова, кучу раз видела его. И это отвратительно. Как будто лошадь помыли, знаете, вот этим шампунем, который выравнивает тонь седых волос или обесцвеченных волос, чтобы волосы были однотонные, максимально белые. А тут кажется, что они переборщили, и он из-за этого стал лиловым. То есть, краска впиталась в шерсть. Ну ладно. Значит, у него вот эти вот украшения на хвосте, вот здесь вот, на гриве. Окей, в естественном облике оно сочетается. Что же происходит в это же время с розовым? Вы можете, к примеру, пока я всё это объясняю, открыть фотографию и тоже посмотреть всё это и понять. Что за цветовая гамма? Как будто капучино? Разбавленный сливками. Это цветовая гамма, но при этом вот этот пернатый, отвратительный узор. Можно было бы, к примеру, вот эти вот пятна просто сделать одним большим пятном. И вот тут вот одним большим пятном. Как, к примеру, вот у этого коня. Он же в своём обычном виде, у него там пятнышки не вот таким павлиним глазом, а просто обычными пятнами тинкеров. Но почему у этого оставили вот эти вот резанные перья, вот эти резанные тоже перья-стрелки? И почему у него... То есть у этого всё нормально. У этого всё нормально в нормальном виде. А у этого остаются вот эти голубые перья из-под его украшения. Точнее, нет, они становятся... Вот эти длинные перешки, они становятся серые. И до такого противного оттенка они становятся просто однотонные. А вот эти вот маленькие, которые здесь тёмно-синие, они становятся голубыми. И как бы, да, вы можете хоть обговориться о том, что я придираюсь, но я смотрю на картину объективно, что это выглядит так, как будто лошадку, фигурку взял и расписал какой-то маленький ребёнок. И типа такое себе. И за вот это вот они хотят с меня 850 СК. Я знаю, что 850 СК это средняя категория цен за лошадей, не считая понях. Потому что есть лошади, которые стоят 700, по-моему, 50. И есть те, которые под 900. Поэтому 850 это средняя категория цен на лошадей. Такая стандарточка. Но за вот это вот я не готова отдавать 850 своих СК. Я лучше за эти деньги, не знаю, две себе старые модельки куплю. Кстати, это была первая мысль, когда я зашла в игрушку и посмотрела на этих тинкеров. Значит, по поводу вот этого вот. Он мне нравится как моделька. Дизайном и стилем он мне очень сильно нравится. Но я не понимаю. Я, наверное, не хочу, чтобы он стоял у меня в конюшне. Я наверняка дотяну до последнего. То есть у нас, по-моему, ещё неделька впереди. То бишь до следующего обновления срезу. И потом этих конях уберут. Наверное, буду тянуть до последнего, потому что я не знаю. Я не готова. То есть вот за вот это вот я вообще не готова отдавать никакие СК. Вообще никакие. За вот это я ещё подумаю. Потом переходим к питомцам. Цитирую своего друга, который увидел вот это вот. Это что за раскрашенный голубь? Это чайка, ребят. Это розовая чайка. Если она кому-то понравилась, ради бога. Наслаждайтесь жизнью, у вас есть чайка. Так, я слишком низкая для этой чайки. Мне нужна лошадь. Но, опять же. Я когда её увидела, я поняла, что это такое. Сделали бы попугайчика. Ладно, розовый попугайчик, это круто. Но вот это вот. Расцветочка в принципе-то классная. Цветовая гамма есть, есть. Но можно не чайку. Можно реально попугайчика. Можно феникса было придумать. Или просто хотя бы сову. Потому что у совы с этой цветовой гаммы, я думаю, моделька была бы шикарная. Ну ладно, идём дальше. Вот эта сова. Она шикарная. Она магическая. Если кто-то знает игрушку Ark Survival Evolved, то там в одном дополнении появились такие птички, которые в ночное время суток начинают сиять неоновым цветом. Я не помню, как они там называются. Но, если честно, вот напомнили прям вот очень-очень сильно. Эта совушка прям их напомнила. Сова классная. Расцветка классная. Но, я не знаю, согласна ли я покупать это сочетание. Тоже ещё думаю. Тем более, что за данных питомцев просят 400 СК. Здравствуйте, старая моделька лошадь. Я даже не знаю. Разработчики не пишут теперь надписи о том, что... Это лошадь в последний раз. Ну, кстати, надо сейчас посмотреть. Так-так-так. Вот это так. Ну, я просто не вчитывалась, но вроде бы в тексте нету фразы, что эти лошади больше никогда не появятся на Юрвике. Устойчиво к морозам. Так-так-так. Птички. Так. Будут доступны только две недели. Покинут Юрвик во время выхода обновления в среду. Заметьте, тут нету надписи Покинут Юрвик навсегда. Это значит, что они, по идее, вернутся. И то, все помнят лошадей, которые добавляли на день открытых дверей, все тоже говорят, там, прям разработчики надписи написали, что эти лошади будут только один раз. И поэтому я их тогда за раз всех искупила. Но, как видите, всё меняется. Мне просто интересно, с какой частотой обновлений они будут добавлять всех вот этих магиков. Они не смогут же всех разом их потом добавлять. Хотя, кто их знает, это же разработчики. В общем, вот такая вот очень-очень странная вещь происходит с ССО. И, вот действительно, говорю вам, вообще не запинаясь, я начинаю не хотеть покупать новых лошадей. Просто потому, что их и так слишком много. А, да, кстати, ещё один очень странный, но интересный факт. Когда я только-только приезжала сюда сейчас, спускаясь, я видела плавник акулы, той самой, которая вечно любит тут тусить. А сейчас её тут нет. Что за магия? Что за магия? Непонятненько. Но магия имеет место быть. Потом, о чём я ещё могу с вами поговорить? Ах, да, нам добавили в нашем видосике пресса суток. Давайте же поговорим про обновление. В обновлении нам добавили, значит, новую конкурную скачку. Петуни, насколько я помню. В конюшнях Юрика. Ничего, по сути, интересного. Но нам добавили новый шмот. Давайте я сделаю вот так вот, потому что я кое-что уже успела купить. Значит, седло. Седло это оценят, наверное, внешне оно крутое, но по цветовой гамме его оценят только те, кто нереалист в ССО. А я уже давно стала реалистом. То есть я за естественные оттенки и сё, и сё прочего. Ну, ладно, на гавке только идёт ещё. Сумка седельная. Опять же, только если вам подходит по цветовой гамме. Выглядит, если честно, так, по-детсочке. Недоуздок. А вот, кстати, я его просто не смотрела. Я была на этой же лошади, поэтому я ещё, кстати, не видела, как выглядят недоуздок и на гавке. Поэтому можем пойти посмотреть. Значит, вот такой вот недоуздок. Симпатичный, мне нравится. И вот такие вот на гавке. Мне нравятся. Кстати, пусть пока они на тебе и остаются. Вот. Ну, значит, с обновлением этим всё. И, в принципе, то, что я хотела с вами обсудить, что я хотела вам рассказать. Я про ИСУСОВ всё высказала о том, куда я девалась. Значит, у меня работа была. В свободное время я реально отдыхала от этой работы. А сейчас у меня появилось немножечко свободного времени. Пока что оно немножечко ненормализовано. Как только всё нормализуется, всё выровняется, я буду появляться, я надеюсь, намного чаще. Хотя, давайте откровенно. Я не хочу снимать видосы в ИСУСО, если я... Мне это неинтересно. Я не снимала вначале, в принципе, обновления с тинкерами, потому что мне оно неинтересно. Какие-то ещё обновления я не снимаю, потому что мне это неинтересно. А рассказывать мне вам о том, что мне неинтересно, мне не хочется слов вообще. И всё, в свободное время я сейчас провожу больше в игрушке Red Dead Redemption, кто её знает. Кстати, если бы игрушка была бы достаточно лёгкая по весу, я думаю, наш бы клуб уже и там затусывал бы. Но, к сожалению, игрушка достаточно дорогая и достаточно мощная, что не каждый комп её потянет. Да. Если у вас появились ещё какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях к этому видео. Я отвечу на них. Я даже прослежу. Целую неделю буду наблюдать, какие комментарии вы пишете. Буду на них честно отвечать. Вот. И на этом, пожалуй, всё. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...